всем привет вы на моем канале о вязании сегодня я расскажу вам о нашем совместном проекте который я запустила социальной сети instagram и я извиняюсь за голос просто немножко подпростыла и возможно просто иногда буду хрипеть да вот в общем у нас в instagram стартовал совместный проект по вязанию платья по мотивам дизайнера оскар долларента вяжем мы все по уже готовому мастер-классу этот мастер-класс есть у меня в свободном доступе на моем канале да я вам оставлю ссылочки вообще как случилось что я решилась на вязание уже третьего платья такого потому что не всем дается и одно платье слишком уж она такое кропотливое в плане работы и очень время затратное вот так скажем одно платье вязала на заказ зеленом цвете из пряжи vita charm и второе платье и вязала из пряжи альпина ране также на заказ два платья были удачными если интересно можете сходить в instagram там от буквально недавно публиковала фотографии заказчицы в этом платье и девушки оставляли свои отзывы потому что очень часто спрашивают как это платье именно в носке не жарко ли да потому что получается довольно плотная вязка и платье можно так сказать ну прям немножко знаете как будто бы даже и стоит то есть она не струящиеся и не мягкое совершенно вот и поэтому я задалась целью и для своих участниц кто успел записаться в совместный проект я в общем то попросила свои заказчица не написали пару слов о том как это носится насколько это удобно и комфортно вот ссылки на социальные сети на все мои странички которые только у меня есть есть все в инфоблоксе если интересно смотрите как-нибудь обязательно сниму видео напомню вам про эти странички подробнее расскажу итак у нас 10 сентября стартовал совместный проект вообще на самом деле у нас этот проект должен был стартовать в августе но поскольку у меня в летом мы жили на доме да и у меня были катастрофические проблемы со свободным временем плюс проблемы с интернетом его просто не было из-за исключением мобильного и я на самом деле неплохо так подразумеваясь на мобильном интернете для того чтобы быть всегда на связи даже да не столько уже там с ютубом потому что там конечно ничего не грузило именно хотя бы быть на связи какие-то фото в instagram публиковать вот и в общем то перенесла этот проект на начало сентября потому что уже хотелось бы дома и с нормальным интернетом начать работать поэтому 10 сентября у нас стартовал совместный проект у нас в составе 18 человек вот я не помню со мной или без меня то есть 18 или 19 человек у нас вяжут платье мне кажется довольно большое количество для людей которые согласились или захотели вязать это платье в рамках совместного проекта две девушки у меня я знаю точно уже полплатья по полплатья даже до большая часть у них связано и соответственно они сейчас у нас не вяжут этим девушкам я хочу выразить отдельную благодарность потому что на самом деле если бы не они этого совместного проекта и не было бы дав помине просто в одном из прямых эфиров это было довольно давно по моему еще в мае девчонки поскольку не довязали свои платья просто подбили меня на вязание третьего платья и проспонсировали меня пряжи то есть две девушки катя и ксюша прислали мне пряжу необходимом количестве на вязание вот этого платья поскольку это платье как это сказать там прожорливая но кушает очень много пряжи на одно платье в общем два платья вязала размера 42 44 где-то так и на одном платье у меня ушло 700 грамм а на второе платье у меня ушло аж девятьсот тридцать или девятьсот двадцать там то есть они довольно тяжелые этой платье и поэтому катя мне прислала килограмм хлопка дива новая как новый бренд какой-то да я еще не изучала рынок и второй бренд тоже для меня новый этот ксюши фибра натура cottonwood вот эту пряжу на самом деле я выбрала сама то есть ксюша мне написала и попросила облегчить ей задачу с выбором пряжи и соответственно с выбором цвета но уже я ей просто сказала что хотела попробовать эту пряжу давно не знаю почему она мне там приглянулась скажем так я была уверена что это украинский производитель на самом деле тоже турция вот у меня такие 22 ма . 10 числа значит мы стартовали у нас была задача за два дня сделать даже не за 2 10 11 12 за три дня сделать расчеты каким образом делаются расчеты вяжется один квадратик если этого достаточно если он стабильно нет значит 23 квадратика и нужно было в общем замерить его размеры и определиться с максимальным размером квадрата в общем все в этом мастер-классе я рассказываю вот этот квадратик у меня лежит я сейчас его после видео распущу там я специально оставила так и по условиям совместного проекта с 13 числа мы начали вязать по 3 квадрата в день я сейчас хочу обратить внимание участниц особенное внимание участниц тех кто стартовал с самого начала или кто стартовал немножко раньше дело в том что смысл в том чтобы вязать по 3 квадрата в день он есть вообще на самом деле я что задумывала да почему по 3 квадрата в день это было задумано для того чтобы у нас у всех была одинаковая скорость вязания платья плюс одно из таких факторов таких скажем так опасно да становится это что платье очень на самом деле но нудное вязание это сплошные столбики без накида повороты пока что не тяжелого полотна дальше это все будет ну будут руки уставать если конечно же может быть конечно если хороший инструмент но вот пока моими китайскими крючками к половине работы я точно буду уставать и вообще основная до задумка вот этого вязания по 3 квадрата именно в день для того чтобы я могла помочь вам онлайн да то есть мы вяжем 3 квадрата в день и вроде как у нас в один день у всех платье на одинаковом уровне вот у нас вчера был первый отчет воскресенье я сегодня снимаю просто потому что вчера у нас был дождь и было очень темно и пасмурно я хотела это снять видео вчера у меня сейчас 15 квадратов у нас на момент отчета вчерашнего воскресенья должно было быть у всех 15 квадратов за исключением тех девушек которые начали еще по весне вязать да то есть кто уже в проект вступил с моего скажем так разрешения с большим пуском работы и получается что задумка была в том что когда все мои участницы свяжут 15 квадратов я иду по пятам то есть я специально немножко под отстаю то я не тороплюсь вот я вчера не торопилась вязать 15 квадрат я связала 14 и оставила эту полосу в разобранном состоянии до 12 часов ночи потому что у нас есть в вайбере чат где я который я создала для того чтобы девушки могли напрямую сразу задавать вопросы потому что в инстаграме не всегда приходит комментарии на ютубе соответственно я не постоянно пишу а вот вайбере но все-таки я знаю что у меня там девчонки мои да с этим платьем не самым простым и я могу им сразу ответить соответственно для того чтобы мне не объяснять все это на пальцах я снимаю туда маленькие видео по-моему еще раз еще только вот одной участницей снимала до в личное сообщение маленькое видео где показываю что где может быть косяк то есть факту я как бы как онлайн консультацию а делаю вот человек допустим возникли бы у него вчера до на воскресенье я знаю что может возникнуть трудность соединение первого ряда и соответственно я жду пока все участницы пройдут этот этап для того чтобы связать его самой когда я увидела что никаких вопросов не возникло никто мне не отписался да соответственно девчонки все провязали этот момент я уже следом довязываю и начинаю работать дальше то есть очень важно на самом деле вязать именно по 3 квадрата день и очень важно не отставать я понимаю что у всех там разные бывают причины и дети не дай бог болеют и огороды возможно не у всех убраны отдых гости но девчонки вы записали совместный проект пожалуйста соблюдайте его условия я прописывала еще в самом начале что это обязательное условие взять по 3 квадрата в день за исключением тех двух участниц у которых по полплате они нас ждут как только мы перейдем к тому моменту когда у них уже будет такое же количество квадрата квадратов я их обязательно запрягу чтобы они шли ровно с нами в ногу поэтому обязательным условием является именно то что мы все идем в одну ногу все вот вместе не так что у меня 15 у кого-то 5 у кого-то 30 уже потому что очень понесло заведите себе проекты потяните долговязы вспомните вышивку если вы давно на это хотели потратить время да не гонитесь за количеством этих квадратов потому что потом может случиться даже так что во первых возникнет вопрос да а я еще как бы в начале я иду строго по плану и вам все равно придется ждать или придумывать как это понимать со мной или может быть такое что вам просто эти квадраты надоедят и вы просто забросите это платье и в итоге не в общем не получите так в общем вяжем это платье здесь ничего на самом деле ну что вам покажу у меня 15 квадратов с 13 числа до то есть среда четверг пятница суббота воскресенье пять дней по 3 квадрата 15 квадратов у меня ко вчерачному отчету есть и соответственно сегодняшнего дня опять я буду уже навязывать квадраты эти опять же я вижу в конце дня для того чтобы девчонки если что могли задать вопросы и я могла им тут же помочь так получается что у нас отчеты каждое воскресенье то есть я раз в неделю буду не знаю нет наверное смысла на раз в неделю на youtube выкладывать именно отчета по плате потому что ну что в instagram конечно буду делиться отчетами у нас есть хэштеги специально я думаю что если вы зайдете ко мне в профиль вы увидите эти фотографии и там под фото есть все эти хэштеги я все равно забываю здесь прописывать и потом когда вспоминаю мне уже просто линии у нас есть спонсоры спонсора проекта у нас их 4 штучки а 4 человека нельзя говорить штучки одним из них являюсь именно я как организатор это совместного проекта и в общем когда я запускала проект на самом деле спонсоров таких и не было я на самом деле никого и не звала у меня спонсора добровольцы они сами изделили желание проспонсировать наш проект и поэтому что мы решили поскольку четыре человека да я вижу четкую картинку за что я хочу подарить человеку подарок потому что знающий свой характер знай знавшие знающий в общем не помню даже правильно говорить а зная свой характер я хочу мой приз получит девушка за дисциплину скажем тогда это человек который будет строго все отчетики выкладывать вовремя у кого будут указаны все хэштеги кто будет идти в ногу по плану то есть по три квадрата в день вот человек который максимально строго соблюдет вот эту вот программу да саму задумку тот получит приз от меня решать я буду сам самостоятельно да буду очень внимательно изучать течение совместного проекта профиля у меня есть специальная таблица где я отмечаю какие-то моменты до которые участницы не досмотрели не дослушали я говорила о том что нужно быть очень внимательным и все правила соблюдать поэтому девчонки первую неделю я вам не то чтобы прощая ну я у него как бы скажем так закрою глаза а вот дальше приняйте на себя скажем так и дальше у нас есть еще три спонсора это два магазинчика начинающих пряжи один из них магазин трикотажной пряжи насколько я помню и одна девушка просто да вот девушка которая хотела с нами поучаствовать но по своим личным причинам нет у нее возможности поэтому я решила проспонсировать наших девчонок поэтому заканчиваем мы где-то по-моему 11 или 12 ноября где-то в том районе это какое-то очередное воскресенье то есть еще совсем не скоро у нас проект называется оскар за 60 дней соответственно все это будет длиться два месяца до и к тому моменту когда мы будем финишировать девушки должны будут уже закончить работу потом я дам девушкам всем время какое-то на то чтобы как-то красиво сфотографировать свое платье насколько человек сможет это сделать да может быть на себе где-то потому что они не обязательно это летом что было фотографии она прекрасно носится и зимой сверху с каким-то жакетом или в помещении там в том же ну в общем не знаю это концерт сходить в театр почему бы и нет поэтому нужно будет скорее всего пока я вижу это так сфотографировать в течение какого-то времени которое я отведу на фотографии свои платья и здесь на канале youtube у нас будет видео где я покажу все фотографии своих участниц именно готовых работ кто дойдет до конца и мы будем голосовать я не скажу вам имен я вам просто скажу номера участниц и и в общем-то будут голосовать все зрители моего канала соответственно мы подведем потом я подобью количество голосов и первые три участницы получат от призы от наших спонсоров вот так в общем появился я думаю участниц моих стимул вязать вязать до просто вязать потому что платье то нас у всех одинаковое но по факту они все вроде как одинаковая да но у всех совершенно разные цвета совершенно разная манера вывязывания столбиков и они все равно все получаются разное поэтому я думаю что выбрать все что-то получится это будет очень интересно когда девятнадцать да или восемнадцать или девятнадцать платьев одного совершенной стиля связанных по одному мастер-классу будут представлено но в разных оттенках и разных цветах так свое платье давайте в двух словах свое платье я вожу к себе наконец-то но когда я в общем-то не буду участвовать в этом голосовании потому что я прекрасно знаю что я еще во первых не влезу в это платье к тому моменту я просто теоретически не успеваю сбросить столько веса платье я свое вижу на четыре размера меньше на три на четыре не особо и ориентируясь в этих всех размерах вот даже я себе потому что я сейчас активно началась начала заниматься собой поэтому хочу чтобы это платье было носибельное и в общем-то вяжу его меньше нам поэтому пока вот но могу только вязать и мечтать вот так так что еще вам рассказать то больше даже и не знаю у нас есть разные там хэштеги можно посмотреть из какой пряжи кто вяжет можно посмотреть и начала проекта можно вообще просто на девчонок подписаться и следить за их проектами потому что все они в инстаграме я выкладывают фотографии фото отчеты и соответственно отмечают хэштеги так сегодня будет в инстаграме еще отдельный пост по спонсорам где еще и там расскажу да потому что пока я как бы особо не рассказывала про спонсоров и про мое видение вот этих подарков как они подключаются поэтому даже девчонки в принципе вот пока не не посмотрит это видео не узнают если конечно пост не запилю я пораньше быстрее чем были видео вот на этом у меня в принципе то и все так следующем отчета в воскресенье у меня уже должно быть соответственно плюс 21 квадрат 15 плюс 21 это 36 36 это ого-го уже сколько работа это уже будет третий ряд вот ну в общем надеюсь что нам будет веселее вместе вязать для тех участниц которые в проекте но еще не в вайбере да они в этой беседе не в чате вы видно просто информацию пропустили обязательно в инстаграме включите уведомления потому что знаете как говорится я все по законам не знание закона не освобождает вас от ответственности включите уведомления о публикациях будут приходить такие пилинковки и вы будете вовремя узнавать о каких-то новых моментах или изменениях или срочной информации вот на этом у меня в принципе то и все я еще хотела вам что рассказать если вы вдруг не знали пропустили забыли или только что загорелись тем чтобы создать это платье мы можем вас принять свою компанию потому что вообще запись было до 10 сентября мы можем вас принять в свою компанию но два условия первое условие вам придется потратить время и нагнать нас да соответственно если у нас на воскресенье было 15 квадратов на сегодня на понедельник должно быть 18 21 ну вот посчитайте да сколько у вас квадратиков должно быть то есть вы должны потратить довольно небольшой большой промежуток времени чтобы нас нагнать и тогда при условии что у вас будет вы будете с нами в ногу я вас как бы добавлю да в нас чем наш чат в нашу вот эту компанию и еще одно условие вы не будете участвовать в голосовании то есть ну на призывы не претендуете а вроде как будете вязать да вроде как тоже можете дойти до финала но я считаю что это не совершенно ну как это не совсем справедливо по отношению к участницам потому что про спонсоров то они знают в общем не знаю создавать конкуренцию как бы наверное не особо честно если если была запись закрыта до определенного часа кто записался тот успел в общем если у вас есть желание создать платья в компании плюс получить какую-то консультацию от меня по мере вязания да то крючок в руки быстрее догоняйте нас пишите мне в вайбере есть там в инстаграме пост или в директ мне напишите в общем в любом месте мне напишите я вам дам свой номер телефона и добавлю вас да вы мне покажете что вы нас догнали я вас добавлю потому что в принципе в своей консультации мне совершенно не жалко так все у меня на этом все обязательно заглядывайте в инфобокс там есть информация и по мастер-классам и по оказанию помощи на покупку новой камеры я подключила донаты теперь можно денежку отправить любым удобным для вас способом вот уже там сумма небольшая есть это десятая нет чуть больше чуть больше чем десятая часть там 2700 рублей у меня в общей сложности на двух кошельках да это уже что-то если камера в среднем было и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»